Сусанинская площадь Улица Советская – Русина, улица Свердлова – Александровская, Шагова – Маринская, проспект Мира – Павловская, Ленина – Еленинская, Симоновского – Богоевленская, проспект Текстильщиков – Константиновская. Главным символом и украшением города по праву считается пожарная каланча. Построена она в XIX веке архитектором Петром Ивановичем Фурсовым. Увидев ее в 1834 году, император Николай I с восхищением воскликнул. «Такой у меня в Петербурге нет», после чего за ней закрепилась слава лучшей пожарной каланчи российской провинции. Каланча – самое высокое здание в центральной части Костромы. Ее высота – 35 метров. До сих пор в центральной части города запрещено строить здание выше. Постоянные обитатели на ней – это наши живые голуби. Когда площадь Сусонинская отдыхает от праздников, они с удовольствием размещаются здесь и мило общаются с костромичами и гостями города. А во время массовых праздников они становятся полноправными участниками праздничного действа. Кроме живых обитателей, на сковородке можно встретить памятник самой известной костромской собаке. Появился он здесь в 2009 году. Прототипом послужил пес Бобка, который жил у пожарной части и спасал детей из огня. Позже рядом появилась копилка, и все монетки, собранные в ней, отправляются в городской центр передержки животных. В Костроме со времен Средневековья всегда размещался сильный гарнизон – стрельцы, пушкари, пищальники и другие. С момента постройки и до начала 20 века здание Гауптвахты использовалось по своему прямому назначению, как место пребывания личного состава главного караула. Сейчас здание бывшей Гауптвахты занимает литературный, а в настоящее время военно-исторический отдел Костромского музея-заповедника и зал воинской славы Костромской области. Одна из крупнейших усадеб в городе. Здесь находилась старая усадьба с деревянными домами генерала-лейтенанта, тайного советника и сенатора Борщева. После пожара наследники Борщева продали его купцу Первушину. Первушин отстроил шикарное здание, а когда ему отказали, устроил в нем гостиницу Лондон. В некоторых источниках упоминается, что в этой гостинице, приезжая в Кострому, останавливался Николай Некрасов и даже император Николай II с семьей. Перед зданием присутственных мест в 1900 году открыли сквер, в котором посадили голландские липы и 12 вихт. Сквер получил название «Отниковский». Кстати, перед Новым годом он особенно красивый. Рядом с ним находится скульптура. Узнали, чья? Действительно, в Костроме много мест, связанных с моим именем, и это одно из них. На руке моей скульптуры Снеги – главный помощник и спутник. В Академии снежных чудес Снегири – наши почтовые помощники. Помогают мне и академикам отправлять письма в разные уголки нашей большой страны и, конечно, получать добрые вести. За сотни лет своего существования центральный ансамбль города практически не изменился. Торговые ряды получали свое название в зависимости от того или иного товара, которым торговали купцы. Есть в Костроме большие мучные ряды – красные, табачные, пряничные, рыбные, иконные, масленичные, мелочные и многие другие. Всего около двадцати. И сейчас торговые ряды используются по назначению. В помещениях бывших купеческих лавочек располагаются многочисленные магазины, кафе и сувенирные павильоны. Имя Ивана Сусанина известно любому русскому человеку. Многие гости города замечают, что Иван Сусанин стоит спиной к центральной площади города. И это не случайно. Он встречает гостей, прибывающих в Кострому по Волге. Прямо за его спиной в Сусанинском сквере нас встречает статуя кота. Рядом с ним, как и с собакой Бобкой, стоит копилка. Кот смотрит на проезжую часть, поскольку по замыслу автора памятник посвящен животным, попавшим в неприятности и здоровье. Здание желтого цвета – это один из домов, принадлежавших купцам Дурыгину. Вскоре, однако, дом Дурыгина был сдан под городской театр, переведенный сюда с набережной. Костромской драматический театр, один из старейших театров России, носит имя великого драматурга Александра Николаевича Островского, который поселил меня здесь, на Костромской земле. Жизнь и творчество великого русского драматурга Александра Николаевича Островского неразрывно связаны с Костромским краем. Пройдя первый квартал аллеи и повернув направо, вы обязательно найдете еще одно чудесное место – это Шаговский пруд. И здесь есть свои добрые обитатели. Можно присесть на лавочку и полюбоваться на уток и их маленькие семьи. Как видите, в Костроме сказка живет в каждом уголке. Приезжайте и сами все увидите. До новых сказочных встреч! Субтитры подогнал «Симон»!